61-193 идет набор, 16-194. Ежедневно в областной агитационный пункт Департамента обороны приезжают сотни молодых парней из районов Южного Казахстана. Нередко желание попасть на воинскую службу по контракту у молодых людей просыпается после знакомства с брошюрой, в которой описаны преимущества воинской службы. Денежное довольствие в среднем составляющее 50 тысяч тенге, жильё за счёт государства, медицинские льготы и многое другое, что делает на сегодня армию привлекательной. Критерии к отбору, во-первых, это должен быть гражданином Республики Казахстан, возраст от 19 лет до предельного возраста, состояние здоровья должно быть. И при этом в первую очередь учитывается уровень образования, уровень знания данных лиц, при этом учитывается опыт работы и навыки в работе. Изъявившие желание служить по контракту уже проходят медосмотр и собеседование. Отбор идёт очень жёсткий. Комиссия внимательно изучает претендентов на моральную устойчивость, призывались ли ранее на воинскую службу и в какие войска, нет ли судимости, а также взгляды на религию. 20-летний ярдовлет Турлебеков оказался одним из тех, кому удалось пройти отбор. И уже скоро парень поедет служить по контракту в Алматы. Пополнит он ряды аэромобильных войск. «Хочу стать военным офицером. Это я понял, когда проходил службу в армии в 2011 году. Сегодня медицинскую комиссию прошёл успешно. Впереди ещё один этап отбора. После того, как меня направят на место службы, я буду сдавать физические нормативы. Думаю, у меня всё получится». К слову, пройти отбор получилось у многих. Хотя для желающих отслужить три года по контракту набор в ряды казахстанской армии всё ещё продолжается. Всего же с начала 2014 года на воинскую службу были направлены более ста южан.